Время 2 часа дня, пора отправляться на Айпетри. Приехали на Айпетри к канатной дороге, по дороге укачало просто адово в конце. Мы сейчас стоим в очереди, она уже замерзла, оделась. Я как дурак не взял ничего с собой. 20 минут в очереди в билеты, сейчас купили билеты и через 10 минут поедем. Бончик подъезжает к нам. Приходим в вагон, смотрим, вот, Наким. Отправляемся. Пересадка. Вышли с него, час обратный поехал, мы поедем вертикально вверх. Вид, конечно, на море просто бомбический. Я, короче, ради этого ехал в Крым. Вы просто не представляете, как здесь круто. Это просто такой вид. Момический. Настя говорит, вид ты хоть сними. Вот сейчас иду показать вам. Пробираемся к подвесному мосту. Там красно-коричневого тридцать отделка, да? Наконец-то добрались на место. Это бомба. Там, конечно, стрёмно. Да, конечно, стрёмно. Я думаю, это не так страшно. Что-то я поднялся к набору. Мне кажется, я сейчас преодолею страх. Всё равно зайду на этот мост. Там, мне кажется, не так вот страшно, как вот здесь вот вверх идти. Многие дрожат. Бля, это очень стрёмно. Для людей, кто приедет, не ходите сюда. Я не знаю, слышно на камеру или нет. Это пиздец. Она ещё так трясётся, бля, здесь витрина такая. Бля, это ж надо так страх перебороть. Давайте подождём, они пройдут. Хорошо. Я себе нервы пощекотал просто на этом мосту. Мне было там настолько жарко. У меня яйца сжимались, наверное, в кулак. Фу, не зря съездил. Приехали наконец-то. Фу, дорога, конечно, утомительная. Полтора часа ехали. Даже больше немножко. Фу, я наконец-то оделся. Потому что я задубел просто. Ещё у девчонки окно было открыто. И она никакой не хотела закрывать его. Ну, я очень доволен. А, ещё у меня уши дико заложил. И до сих пор не отпускает.